Друзья, всем привет! С вами снова Александр. И сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании Joy. Модель называется Lightrex 4DLX. Это коляска прогулочная, всесезонная колясочка. Предназначена для детей с 3 месяцев приблизительно до 4-5 лет. И максимальный вес ребенка выдерживает 22 кг. Сама, кстати, она весит 9,8 кг. Это такой средний вес подобного рода колясок. На самом деле, если вы погуглите и посмотрите ее конкурентов, они все от 7 до 11 кг, плюс-минус. Вот это такой средний вес. Сегодня мы с вами разберем ее, посмотрим, что она из себя представляет, как складывается и тому подобное. И в конце скажу свое коротенькое мнение. Вообще, Joy, наверняка, если ищете прогулочную коляску, вы слышали об этом бренде. Это очень популярный бренд в России. Я бы, наверное, сказал, одни из самых продаваемых колясок сейчас. Это Joy. И уже не первый год это длится на самом деле. И сегодня мы поговорим именно о версии DLX Lightrex 4. Начнем сверху вниз. Посмотрите, что касается тканей. Ткани у Joy действительно отличаются. В серии Maitrex, где надувные колеса. Slexig Nature, другая еще серия. Там еще будут отличаться расцветки и ткани. В общем, тут ткани разные вообще в модельном ряду. Но они везде хорошие. И самые, как по мне, чуть-чуть попроще ткани. Именно в серии Lightrex. Они такие гладкие. Достаточно приятные. Вопросов к ним нет. Вот. В других сериях они чуть потолще, пожестче. И более такие износостойкие, как бы, да. Ну и эта ткань на самом деле классная. И хорошо себя показывает в эксплуатации. Ладно, хватит лирики. Давайте изучать. Смотрите, козырек здесь достаточно большой. Есть вот такое вот отверстие с москиточкой. На липучках. Вот хотелось бы на магнитах, конечно. Вот. И также у нас есть возможность открыть козырек. И увеличить его достаточно сильно, друзья. Но мы видим, что по бокам здесь сеточка. И зимой вот эта вот опция не сильно и работает. Летом, да. Солнце спрятать. Все отлично. Но зимой, я думаю, что в большей степени, наверное, будете эксплуатировать именно так. Вот. Кстати, видите, еще в комплектацию входит подстаканник. Очень прикольная опция. Регулируется он у нас простым движением. Просто толкаем. И все. Вот эту секцию можно убирать, если что, дополнительную. Но ее никто не убирает на самом деле. Вот. Что касается ручки. Ручка здесь телескопически регулируется по высоте. И это классно, потому что я дальше от коляски становлюсь и ее не пинаю никаким образом. И плюс еще в раме вот эту вот дугу, скажем так, основную перекладину перенесли наверх. И я при прогулке вообще ее не цепляю. Но к раме мы вернемся чуть позже. Ручка здесь обита эко-кожей. Хват достаточно приятный. Но ручка, как по мне, она такая плоская. Мне нравятся так ручки круглые. Ну, мне лично, мое личное мнение, вот мне нравятся так круглые. Здесь она же плоская, но все равно она большая. В принципе, хват достаточно удобный. Так, что касается сидения. Здесь у нас пятиточечные ремни. Классическая система, стандартная. Мягкие накладочки на паховой зоне есть. И на плечевой. Бампер у нас тоже бит тканью. И тоже достаточно мягкий. Единственное, смотрите, друзья, его нельзя как калиточка откинуть. Его можно только снять. Вот, поэтому при посадке ребенка это создает небольшие неудобства. Приходится вот сверху сажать. И, соответственно, бампер, когда калиточка откидется, это удобнее. Подножечко у нас регулируется тоже вот таким вот образом. Здесь у нас ступенька для ребеночка. Ткани, в смысле толщина матрасика здесь приличная. Ну, да, где-то сантиметра полтора. В общем, достаточно мягкая колясочка. Спинка здесь достаточно высокая. И регулируется, кстати, эта спиночка не ремешками, а вот таким вот механизмом. Вот, для тех, кто не любит ремешки натягивать, вот здесь этой проблемы, как для них кажется, нет. Поднимаем вот таким образом. Вот. Так, кстати, давайте посмотрим на багажник. Багажник достаточно большой. Ну, реально он вместительный, хороший. Единственное, к нему нехороший доступ сюда. Ну, как, он нормальный, но проем небольшой. Кучу всего накидайте, но не габаритного. И когда вот ребенок лежит, туда уже тяжело попасть. Поэтому имейте в виду. Вот. Тормоз, кстати, здесь нажимаем вниз. Соответственно, блокируем. А чтобы поднять, отснять с тормоза, нужно обязательно снизу ковырнуть. Не очень удобно. Колеса у нас здесь полиуретановые, не резиновые. Это в серии Майтракс надувные колеса. Но новую серию тоже скоро сделаю обзоры. Вот. Поэтому имейте в виду. Давайте сейчас понажимаем, посмотрим с вами на амортизацию. Вот так вот. Кстати, колеса с блокировочкой. Вот. Посмотрим на амортизацию сзади. В принципе, по большому счету, для городской эксплуатации, ее за глаза этой амортизации, это не люлька большая, польская какая-нибудь, или с Литвы, где надувные большие колеса с тремя, с четырьмя пружинами. Конечно, вот в такого рода колясках такой амортизации вы не увидите. Нормальная городская колясочка для нормальных человеческих дорог. В принципе, по паркам тоже ее хватает за глаза. В общем, ребенка трясти не будет. Плюс, как я говорил, уже матрасик тоже достаточно мягкий. Кстати, еще вдруг вы не заметили, вот здесь вот эта часть не откидывается летом, чтобы проветрить. Здесь вот это все цельное. Но с другой стороны, зимой это плюс, ниоткуда задувать не будет. Так, давайте я посмотрю, что еще в комплекте идет. Так, подстаканник я уже показал. Собственно, будет в комплекте еще только дождевик, и на этом все. И теперь, друзья, сильная сторона этой коляски, это то, как эта колясочка складывается. Здесь у нас снизу под ремешками, под ребеночком получается, есть ремешок с кнопочкой, за который дергаем. И, собственно, все. Что еще классно, здесь я не боюсь браться за бампер. Он крепится очень мощно, и, в принципе, транспортировать можно и за бампер. Мое личное мнение, в инструкции так не написано. Можно за сам ремешок держать, за который я дергал. Вот, собственно, как по мне, компактная нормальная колясочка. Утро опоздали, если летите куда-то. И, собственно, никаких проблем. И еще, что хочу сказать по поводу надежности колясок Joy. У них достаточно маленький процент каких-то гарантийных обращений, вообще каких-то сервисных обращений. В принципе, достаточно надежная, проверенная годами конструкция. Ну, иначе бы коляска не была очень сильно популярной, друзья. Собственно, и все, что хотел вам рассказать. Рассказал ссылка внизу в описании на эту колясочку. Кстати, еще, по-моему, я забыл сказать вам ширину колесной базы. Это важно, если у вас с лифтами проблема. 60 сантиметров. Стандартный лифт, вообще, вот такой старенький, стандартный в стареньком доме. Это 63 сантиметра ширина. Поэтому без всяких движений дополнительных, руками раздвигать лифт не придется. Она спокойно везде проедет. Вот, собственно, и все. Если обзор понравился, был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Помогает развитию канала очень. Ну, а вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор коляской для вашего ребенка. Ссылка внизу в описании. Всем пока!